Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба «Неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города». Тема сегодняшней передачи «Что читает молодежь?» И на эту тему я буду беседовать с книгачеем и популярным книжным блогером из Москвы Марией Кондратской. Добрый день. Мария, прежде всего давайте немного поговорим о вашем социальном проекте, а именно об интернет-канале «Книжный мякиш». Почему канал называется именно так «Книжный мякиш»? Надо сказать, необычное название. Можно подумать все, что угодно. Изначально я хотела делать не рецензии на книги, а выдержки из книг. Со словом «выдержка» у меня ассоциация «выжимка». Со словом «выжимка» сок и дальше уже по ассоциативному ряду «Книжный мякиш». Точнее, просто сначала «Хлебный мякиш». С «Хлебным мякишем» такие ощущения теплые, уютные, приятные, поэтому и захотелось назвать канал «Книжный мякиш». Мария, вы позиционируете себя, прежде всего, как книжный блогер. А вообще, кто такой книжный блогер? Чем он отличается от других блогеров? И вообще, как вы решили им стать? На мой взгляд, книжный блогер — это человек, который пишет или рассказывает о книгах. При этом не обязательно о прочитанных книгах бывает, и какие-то, например, просто анонсы делает, либо пишет планы на чтение. Могу сказать, что слово «блогер» в принципе нравится не всем. Некоторые считают его ругательным и предпочитают слово «книжный обозреватель». Ну да, так по-русски как-то больше, более по-русски. Ну и, например, одна моя коллега по блогингу вообще больше любит слово «книжный дилер». Так тоже необычно. Ну, не знаю. Ну, такое цепляющее название. Уж лучше обозреватель, чем дилер. Ну, а как вы и стали это? Я завела канал, когда была в декрете. Мне не хватало активности, какого-то общения, реализации. Тем более, что до декрета я работала в юридическом консалтинге, довольно много там было работы, и одновременно писала кандидатскую диссертацию. То есть такое деятельное время было. Как раз защитила во время беременности. И когда всё это закончилось, мне не хватало вот этого движения. Всё завершилось, пустота какая-то. Да, всё завершилось, пустота какая-то. И вот захотелось её заполнить, тем более, что всегда было интересно читать книги, обсуждать их. Понятно, понятно. А расскажите, в каких формах выходят ваши блоги или обозрения? Как вы их сами называете? Вот то, что вы пишете? Статьи? Ну, публикации, они, в принципе, зависят от платформы, на которой они как бы выходят. Я публикуюсь на Дзене. У меня есть канал на Дзене, книжный мякиш. И там, возможно, несколько форматов. Это статьи. Это что-то предполагает длинный текст. Посты, которые короткие обзоры. И, возможно, горизонтальные видео. Это тоже длинные видео. И короткие видео вертикальные, как ролики. Ну, вот такой вопрос. Ну, для меня принципиальный. Не знаю, как для вас. Вы сами вольны, о чём писать, поскольку вы находитесь на какой-то официальной платформе? Или вам заказывают вот этот Дзен, что вы должны писать, о чём вы должны писать? Ну, поскольку я автор канала, то, соответственно, я могу сама выбирать тему, сама выбирать, о чём буду писать. Но за публикации, за то, как материал крутится, мне приходят деньги. То есть канал находится в монетизации. И чем больше людей читает, тем больше подписчиков, тем, соответственно, выше доход. То есть сам канал платит вам? Ну, в смысле, Дзен платит. Сама платформа, да. И, соответственно, тут уже сам автор выбирает, что ему важнее. Там как-то вот следовать каким-то темам, которые интересны большому кругу читателя. Либо выбирать что-то для, что самому интересно и вот определённому кругу, может быть, даже не такому большому. Ну, у вас достаточно много подписчиков. Сколько у вас подписчиков? Ну, где-то 11 тысяч. Почти 11 тысяч, так скажем. 11 тысяч, да. Ну, и дочитываний, сколько там в месяц запустим, сколько читают? Так, ну, на данный момент где-то 36 тысяч. 36 тысяч. Вас в месяц людей прочитывают. Да, это достаточно много. Я понимаю, что когда, ну, есть их гораздо и популярнее, я тоже понимаю, но таким популярным блогерам, как правило, платят за определённую рекламу, такую скрытую рекламу. Не бывает ли такое, что вам, допустим, издательство какое-то продвигает свою книгу и просит вас там, даже если вам не нравится, написать о ней хорошо, чтобы её раскупали? Как вы в таких случаях вообще? Бывают такие случаи? Как вы поступаете? Во-первых, издательство не платит деньги книжным блогерам. Они предоставляют новинки. То есть, ну, в какой-то степени это, конечно, оплата. То есть, предоставляются сами книги, бумажные книги. В принципе, издательства не ждут каких-то вот хвалебных отзывов с таким посылом, что срочно бегите, покупайте. Им важно, чтобы просто блогер рассказал о книге. И, соответственно, когда тебе предлагают посотрудничать, присылается целый список книг, из которых ты можешь выбрать, какая тебе более интересна, если ты вообще хочешь сотрудничать. И ты, в принципе, по своим интересам смотришь, что-то интересное тебе, что неинтересно. Ну, то есть ты можешь отказаться, или если вот книга не понравилась, можно написать отрицательный отзыв или вообще не писать? Ну, у меня было такое, что мне прислали книгу, которую я не просила. Я её прочитала до половины, поняла, что мне она не нравится. И я не стала делать обзор. Да, была такая ситуация. Но обычно, когда ты выбираешь, ты, в принципе, можешь уже представить себе, о чём будет книга. И если ты понимаешь, что она неинтересна, просто её не брать. А так, если мне она не понравилась, я пишу на неё обзор, но говорю о том, кому она может понравиться. То есть книга же это очень субъективно. Мне не понравилась, но это не значит, что она никому не понравится. Вот я рассказываю, кому она может подойти. Интересно. Значит, если у вас тысяча подписчиков, вы к ним обращаетесь и так далее. А какая-то обратная связь есть? Вообще, как происходит взаимодействие с подписчиками, с вашими? Обратная связь есть. Мне кажется, в блогинге это вообще очень важно, чтобы была обратная связь, общение. Общение происходит главным образом в комментариях. Иногда пишут личные сообщения, но всё-таки основное это, конечно, комментарии и ответы на них. С другими каналами, с авторами других каналов мы даже лично встречаемся, ходим вместе на книжные фестивали, то есть такое уже более плотное общение. А то есть вы друг на друга ссылки какие-то даёте? Или как у вас? У нас появился, для начала появился общий чат, там несколько было книжных блогеров, мы стали проводить какие-то совместные марафоны, да, там вот идут перекрёстные ссылки. После постоянного общения в интернете, нам стало этого мало, мы стали видеться вживую и уже оффлайн ходить вместе на какие-то книжные мероприятия. Ну, какие мероприятия? Вот, например, недавно была в Москве, книжный фестиваль был в Москве недавно, на Красной площади, и мы ходили с подругой книжных клубов «Авантюристов» с Олей на вот это мероприятие. Но это ведь вот, наверное, одно из самых, если не самое большое книжное мероприятие года у нас, вот книжная ярмарка на Красной площади. Ну, можете немножко рассказать ваши впечатления о мероприятии вот этого года? На что вы обратили внимание? Какие книжки вас заинтересовали? Я в первую очередь интересовалась детскими книгами. А, ну у вас маленький ребёнок, да? Маленький ребёнок, да, и я сама пишу сейчас сказки. Мне поэтому это в первую очередь интересно. Вот, и, соответственно, я ходила к издательствам детским. Там вот, например, «Клевер», «Самокат», издательство «Анастасия Орловой». Вот, но также там были выступления. Например, Павел Воля выступал, рассказывал о своей книге, тоже сказки для детей. И Дарья Донцова тоже была на фестивале. Вот, Олег Рой, насколько я помню, тоже про детскую книгу рассказывал. Вас устраивает уровень тех детских книг, которые сейчас издаются? Да, мне кажется, сейчас очень хорошие книги. Они создаются в таком комплексе, то есть и визуально хорошо проработано, и текст тоже продуманный. И есть не только художественные хорошие книги, но и нон-фикшн для детей. Нон-фикшн для детей — это для меня, честно говоря, новое понятие. А что там, о чём может быть? Ну, например, о космосе. Вот есть очень много книг замечательных, издательства «Миф». А, такие, но очень популярные, да? Ну, очень популярные, да. И так идёт подача, нацеленная именно для детей разного возраста. Например, когда для детей маленьких, Земля рассказывает о самой себе как о ребёнке, у которого есть братья, и одна сестра Венера. И вот о такой своей семье большой она рассказывает. А вот если детскую литературу российскую и зарубежную сравнить, ну, я имею в виду авторов, да? Какая всё-таки литература, на ваш взгляд, интересная? Наших отечественных авторов или зарубежных? Ну, так сложно, конечно, сравнивать. Но вы своей дочке что покупаете? И ту, и ту, и зарубежных, и российских авторов. Вот недавно вышла в издачестве «Клевер» очень интересная книга «Шмакодявки». Да, и вот дочка её так любит. Мы уже раз пять, наверное, подряд её прочитали. Очень оригинальное название про маленьких существ, которые... А, это кто? Российский автор? А, российский автор, да. Не помните, это кто? Не помню фамилию. Помню, что Екатерина, потому что она вначале представляется как девочка Катя. Понятно. Ну, хорошо. Вы знаете, в одной из наших передач мы обсуждали вопрос о том, как много сегодня читают россияне. И социологические опросы показали, что в прошлом году самые читающие категории были люди от 18 до 24 лет, то есть молодёжь. А меньше всего читали люди, в общем-то, взрослые, от 45 до 59 лет. Далее, из всех опрошенных 44% прочитали от одной до пяти книг. Ещё четверть россиян за год одолели более пяти книг. Но при этом до 30% россиян не прочитали ни одной книги. Вот мы обсуждали эту тему с Еленой Олеговной Галицких. И она сказала, что, ну, считается нормой для образованного человека, интеллигентного, читать, ну, хотя бы 12 книг в год. Поскольку вы ведёте канал, посвящённым книгам, то вам, вероятно, приходится много читать. Вот сколько книг вам удалось прочитать лично вам за минувший год? И сколько вы считаете книг нормально читать современному образованному человеку? Так, ну, лично я прочитала в прошлом году достаточно много для себя книг. Это было 80 книг. Но количество мало о чём говорит, потому что я, например, прочитала такой достаточно большой трактат, художественный философский трактат Роберта Музеля «Человек без свойств». Это тысячестраничная книга. Но одновременно с этим я прочитала и сказку Лингрен «Рони, дочь разбойника», которая по объёму, конечно, намного меньше. Но я и ту книгу, и другую прочитала как один, одна единица. Ну, а как много читают, допустим, ваши подписчики, друзья, книжные блогеры? Вообще вы согласны с этой оценкой, которая приводит, ну, вот в интернете приводится, я сейчас, честно говоря, забыл, кто опрос проводил, но какой-то, по-моему, Яндекс проводил. Ну, я видела похожие тоже опросы, и статистика была примерно такая же. Хотя, конечно, по моим личным ощущениям, у меня впечатление, что читают намного больше, учитывая даже, сколько у нас книжных блогеров развелось. То есть у нас очень много и на дзене людей, которые пишут о книгах, и в других соцсетях. И поскольку я постоянно общаюсь с людьми, которые читают, мне кажется, что читают много. Но, может быть, что и это не так. А какую социальную роль, вот вы сейчас о блогерах сказали, они несут вот так много. Что-то полезное есть или это чисто удовлетворение своих каких-то потребностей, вот запомнить пустоту или амбиции какие-то удовлетворить? Какая социальная роль блогеров? Думаю, что социальная роль тут тоже есть полезная. Это возможность обсудить книгу. То есть если верить в статистике, которые вы сейчас привели, то всё-таки читают не все. И, соответственно, не со всеми можно обсудить книгу. И человек может зато выйти в интернет, найти блог, который ему интересен, и найти единомышленников, обсудить прочитанное, узнать мнение другого человека, посмотреть, кто вообще читает, сравнить, кто что читает, как он на фоне выглядит. И это стимулирует, на самом деле, читать. И когда ты ведёшь блог, ты читаешь больше, ты читаешь другие блоги, ты тоже читаешь больше. Мне кажется, не только дурной пример заразителен, в принципе, пример заразителен. Поэтому, я думаю, важно говорить о чтении. И это, само собой, уже побуждают читать. Вот раньше Россия, СССР, считала самая читающая страна в мире. Сегодня мы видим, что треть россиян практически не читают вообще. Ну, две трети читают, тем не менее, пока. А, или ещё, я тут не знаю, как сказать, быть оптимистом или пессимистом, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Вот, на ваш взгляд, что именно побуждает интерес к чтению? Поскольку вы постоянно общаетесь именно с читателями, то почему они читают книги? Почему читают? Многие читают, потому что они так воспитаны. То есть, опять же, пример родителей. Родители или школа? Чаще говорят о родителях, но и учителей тоже, конечно, вспоминают. Учителей не только при этом литературы, которые на уроках обсуждали книги, говорили о пользе чтения. Ну, а когда ты уже читаешь, то вопрос, в принципе, не стоит, зачем ты это делаешь. То есть тебе это уже понятно. То есть ты видишь влияние чтения, что чтение обогащает твой кругозор, но и внутренний мир тоже обогащает. Ты живешь несколько жизней, ты можешь посмотреть на мир другими глазами других людей. Ну, вот исходя из вашего опыта, что сегодня все-таки предпочитает читать молодежь? Вы и сами молодежь. То есть у нас официально молодежью считаются люди от 14 до 35. 35 вам еще нет, я знаю. Поэтому давайте разберемся, а что читают молодежь? Ну, давайте так, я уточню вопрос. Меня интересует не столько название книг, хотя и это тоже, то есть можно назвать, сколько то, какие проблемы сегодня беспокоят молодых россиян, что их интересует, о чем они размышляют, что волнует. Мне кажется, что круг чтения как раз и определяется теми вопросами и проблемами, над которыми размышляют люди. Ну, вы можете не согласиться или согласны? Так, ну, если по тематике, то, на мой взгляд, в принципе, современная молодежь мало отличается от, в принципе, молодежи любых веков. То есть интересует взаимоотношения полов, построение отношений между мужчинами и женщинами, а также какие-то детско-родительские отношения, при этом до того, как появляются свои дети, больше в разрезе проживания каких-то своих детских травм, там какое-то даже, может быть, определенное самокопание идет, а когда появляются свои дети, то уже, соответственно, переживание как бы не навредить своему ребенку. Ну, вот такие темы, именно межличностные, мне кажется, больше всего интересуют. Ну, на своем канале какие вы темы обычно расплатываете? Вот какие ключевые темы для вас? В последнее время я много пишу о детстве, о писательстве, и очень стала развивать тему домашних библиотек. Также мне интересно тоже межличностные отношения, потому что в книгах, ну, часто есть интересные примеры взаимоотношений героев, которые можно обсудить, и они получаются такие достаточно широкие темы, и хорошо обсуждаются, например, там отношения между той же Анной Карениной и ее мужем. Ну, вот, кстати говоря, я хотел как раз задать вопрос. Вот, вот, существуют ли у книжных блогеров, ну, так называемые хайповые темы, которые однозначно зацепят, и после которых под постом будет или масса лайков, или масса комментариев? Да, есть такие темы, и, как ни странно, это именно, хотя, может быть, совершенно не странно, это именно классика, потому что ее читали многие, многие понимают о чем, и даже если не читали, то были хорошие экранизации. И поэтому, если такие хайповыми темами можно назвать, вот, провали была как раз-таки Анна Каренина, что ушла от мужа, провали была Татьяна Ларина, что отказала Онегину, ну, и провали была с Карли Тахарой, и вообще, почему ушел от нее Ред. Как-то странно слово-то, права. Ну, да, ну, вот, просто обычно как-то очень любят, именно в таком разрезе, обсудить, вот, правильно человек поступил или неправильно, книжный герой, может быть, она вот такая вот плохая. С нормами морали, там, общественной, 19 века, а сейчас 21 век, вообще-то, вот, на ваш взгляд, это можно так обсуждать? Мне кажется, даже нужно, чтобы книга не замерла и продолжала жить, нужно обязательно обсуждать и в разрезе современности, иначе мы ее просто похороним, что там дальше-то обсуждать, все уже обсуждено. Нужно посмотреть на нее и новыми глазами, конечно. Интересно. Интересно. А, ну, еще одна хайповая тема, это Солженицын, как ни странно. Солженицын? Да, ну, тоже, наверное, вопрос о правде. Врал он или говорил правду, очень сильно волнует людей. И каждый раз, когда упоминаешь фамилию Солженицына, много комментариев, кто-то говорит, что он гений, а кто-то говорит, что он очень плохой. Ну, понятно. Скажите, а вот в связи с проводимой Россией военной спецоперацией отмечаются ли какие-то изменения интересов у ваших подписчиков? То есть сместился, ну, ракурс чтения какой-то? Может быть, стали читать больше военных книг, патриотических? Ну, вот точно можно сказать, что стали больше читать исторических книг, поскольку хотят лучше понимать ситуацию и уходят в прошлое, пытаются искать вот корни в прошлом. А также есть определенная обида на Стивена Кинга и Джоан Роулинг, а это самые читаемые писатели у нас в России. Из-за рубежа. Из-за рубежа. Ну, я думаю, вообще, в принципе, очень много продаж имену этих авторов. И как бы на Стивена Кинга обижаются, что он не хочет продлевать с издательствами отношения. С российскими. С российскими, да. И что вот Роулинг отказалась в электронном почему-то именно формате давать вот этот доступ к электронным книгам о Гарри Поттере. Мне кажется, там уже все скачали, кто хотел скачать. Да, но обида осталась. Она ничего не теряет. Да, такая какая-то вот хитрость, да, поэтому обида есть. У читателей. Я не знаю, как это в итоге повлияет. Повлияет ли на чтение их книг, но возможно, что повлияет. Ну, интересно. Я не ожидал, что именно вот таким образом. А сами вы сказали, что тоже пробовали писать. Ну и как получается? Получили какие-то отзывы? Где-то публиковались уже или только в проекте? Да, я написала сказку. Два авторских листа, 80 тысяч знаков. Аня и Ветерок о необычной дружбе девочки с Ветерком. Сейчас она еще не опубликована где-то в издательстве. Ищет своего издателя. Но я пробовала ее записывать. Как бы я ее зачитывала и записывала видео. И выкладывала на канале. Отзывы были очень хорошие. Вот. В общем, все в процессе. Вот тогда желаю вам найти своего издателя. Спасибо. Различные темы и проблемы раскрываются в литературе разных видов. Это может быть художественная или публицистическая литература. Научно-популярная литература по саморазвитию или мемуары. Вот если попытаться сравнить разные виды литературы, то какую именно литературу больше предпочитает молодежь? Ну, можно сначала на две большие группы произвести. Допустим, художественная и нон-фикшн. А дальше вот в этих уже покопаться в видах. Все равно вы даже по лайкам, наверное, видите, что больше интересует. Ну, вот считается, что молодежь больше читает нон-фикшн. При этом какой-то такой по психологии, по саморазвитию книги. Но поскольку я о них пишу меньше, то я вижу, что читают и художественную литературу. При этом люди совершенно разных возрастов. Вот у меня, например, есть подписчица. Ей 13, но, может быть, уже стало 14 лет. И она читает вот такую классику «Север и Юг», например. То есть «Остин» достаточно серьёзная для её возраста литература. И именно сама, а не по программе. А если по жанрам, то мне кажется, что сейчас популярна фэнтези. Вот это же Гарри Поттер об этом говорит. Также Мара и Морг, вот, например, очень популярны. То есть Гарри Поттер и фэнтези относятся? Я думал, что это сказка всегда. Ну, и сказка же близко к фэнтези. Ну, мне кажется, это фэнтези. Это какое-то детское фэнтези? Ну, оно не детское, это подростковое. То есть главным героям изначально же 11 лет, и они растут. И там сколько? 7 книг. То есть до 17 лет. Ну, я не специалист. Я тоже не могу назвать себя, честно говоря, специалистом. Но я думаю, что это не детское фэнтези. Это точно подростковое. А можно так ещё фэнтези делить? Наверное, есть взрослое фэнтези, детское, подростковое? Ну, да, конечно, можно делить, как тебе, как кому-то хочется. Вот это мы можем делить. А есть официально как-то там в издательствах? Потому что я знаю, что есть детективная литература, предпочинческая фэнтези. Но там не обязательно, что... Ну, да, есть деление определённое по возрастам. Есть деление по жанрам, поджанрам. Фэнтези есть, там, тёмная фэнтези. Ух ты. Героическая. Ну, а вам-то самой что нравится? Вам фэнтези нравится? Я его достаточно редко читаю. А что вы предпочитаете? Я предпочитаю либо уже совсем сказки, то есть для детей где-то, даже не знаю, от шести лет где-то, да, шесть плюс. Либо, наоборот, такую серьёзную, более серьёзную литературу, даже можно сказать классику 20 века. Вот мне тоже очень нравится. Ну, если у нас время останется, я вас поспрашиваю, какие именно книжки вам нравятся. Давайте мы ещё поговорим. Вот если о жанрах литературы, да, вот если обратиться именно к художественной литературе, то каким литературным жанрам отдают предпочтение? Ну, вот вы сказали фэнтези, да? А вот боевики и детективы, раньше детективы, по-моему, занимали, как я вот смотрел какую-то статистику, там, пару лет назад, были точно детективы на первом месте фэнтези, они как-то уступали. Ну, или я не знаю, Стивен Кинг, это что, фэнтези или нет? Ну, это триллеры, но он, в общем, в разных жанрах пишет. А любовные романы? Я вот среди моих знакомых старшего поколения, масса женщин, которые просто зачитывают эти любовные романы. Любовные романы, да, они тоже и популярны сейчас. Но это я имею в виду у молодёжи, что у молодёжи. Ну, вы сказали фэнтези, да? То есть остальные как бы жанры уступают. Мне кажется, что и другие жанры, то есть жанровая литература, она, да, достаточно популярна. Но на самом деле, мне кажется, молодёжь и классику тоже хорошо читает. Именно как раз потому, что она её ещё не прочитала, ещё мало с ней знакомы. Понятно. А вот всё-таки чему отдают предпочтение, если она интересует, отечественная литература или зарубежная? Ну, вот жанровая литература, её достаточно много. Молодёжь. Да, много отечественной. А мне кажется, что просто такие большие книги, серьёзные, их просто мало отечественных. Чаще издательства издают именно переводные книги, поскольку они проверены, нет большого опасения в них вкладываться в какой-то коммерческий продукт. И предпочитают брать уже что-то, что получило какие-то награды за рубежом. Ну, а жанровая у нас есть, да, по крайней мере, популярная. Не знаю, тут уже хорошая, нехорошая, каждый сам оценивает. Но популярная литература жанровая и отечественная у нас есть. Например, есть достаточно знаменитый такой цикл «Часадеи» Натальи Щербы. Либо вот, как я уже говорила, «Мара и морок» Ли Арден. Это псевдоним российской писательницы. Я знаю, что ваш канал предоставляет возможность для выступления и другим людям. Скажите, а кому вы даёте слово? С какими темами люди могут выйти к вам, так сказать, на канал, выступить или написать что-то? И вообще, зачем вы это делаете? Кого-то, так сказать, продвигаете, когда это ваш канал? У меня есть несколько рубрик. Например, есть рубрика «Дорогу новым именам». В этой рубрике авторы могут рассказать о своей книге. Просто достаточно часто авторы обращаются с просьбой рассказать об их книгах. Но мне показалось, что будет... Чтобы дать возможность всем это сделать, я решила открыть отдельную рубрику, потому что, честно говоря, не всегда есть время читать начинающих авторов и давать главные оценки, поскольку всё-таки это большая ответственность писать какую-то критику на творчество. И вообще, я не знаю, имею ли я право так вот в лоб критиковать кого-то. Поэтому я решила открыть просто отдельную рубрику, которая раз в неделю выходит. И начинающие писатели могут о себе рассказать, дать какие-то отрывки из своей книги обязательно. Притом нужно давать отрывки, чтобы читатели могли оценить и понять, хотят ли они прочитать саму книгу. Также у меня есть рубрика «Клуб любителей домашних библиотек». Это рубрика очень большой популярностью пользуется на канале. Кстати, о библиотеках мы чуть позже поговорим. Мы сейчас уйдём на короткую рекламу, после чего продолжим нашу передачу. Ума Палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума Палата» и я, ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Что читает молодёжь». И мы продолжаем беседовать с популярным книжным блогером из Москвы, автором и ведущей интернет-канала «Книжный мякиш» Марии Кондратской. Так вот, давайте поговорим о библиотеках. Действительно, как вы сказали, одна из рубрик вашего канала посвящена именно библиотекам. Объясните, ну вот зачем вам, небиблиотечному работнику, заниматься популяризацией публичных библиотек? Потому что мне самой стало это интересно. Я после школы особо в библиотеки не ходила, но вот в последнее время стала посещать библиотеки и поняла, что это замечательное место на самом деле. И там не только книги, притом хорошие, много, по крайней мере, в Москве много хороших библиотек с большим фондом, в том числе детских книг. А детям всё-таки читаешь именно бумажные книги и красочные книги, которые стоят сейчас достаточно дорого. То есть одна книга детская может стоить тысячу рублей, а библиотеки позволяют экономить такие большие деньги, потому что всё-таки детские книги читаются быстро, можно сказать, за один вечер, особенно если возраст ребёнка не очень большой. Вот. И выяснилось, что библиотеки проводят много мероприятий для семейного досуга, при этом эти мероприятия совершенно бесплатные. А семейный досуг всё-таки тоже стоит немало. А тут в библиотеке приглашают писателей, ребёнок может пообщаться с любимыми писателями, да и не только ребёнок, если это взрослая библиотека. Есть какие-то тоже чтения профессиональных чечецов для детей, которые ещё не умеют читать. Мне кажется, всё это настолько интересно, и так жаль, что об этом не так много знают. По крайней мере, в моей среде они так много знают. Поэтому я решила, что надо об этом говорить, чтобы больше людей знало и посещало эти мероприятия. Спасибо. Я думаю, что и наши слушатели теперь тоже узнают о том, что и в наших вятских библиотеках тоже проводится достаточно много интересных мероприятий и встреч. А ещё я обратил внимание, что вы много внимания уделяете и личным библиотекам. Почему, на ваш взгляд, читатели привлекают то, какими книгами владеют другие люди? Раз вы размещаете информацию о личных библиотеках, значит, она интересна вашим подписчикам. Какая из личных библиотек вам показалась самая интересная и почему? Мне нравятся истории библиотек, которые переходили из поколения в поколение. То есть это уже своего рода семейные реликвии становятся. Там была история о библиотеке, в которой книги перешли даже от прапрадедушек. И это очень интересно читать, как любовь к книгам передавалась от дедушки к сыну, от сына к дочери, к внукам. И тут ценность книг уже, получается, возрастает. Не только сам текст книги, но и память, которую она несёт. Это дополнительная ценность, дополнительная важность. И это здорово, на мой взгляд, как-то такие воспоминания содержит в себе домашняя библиотека. Ну вот с личными библиотеками у меня всё-таки какое-то недопонимание происходит. Вот когда можно говорить о том, что на полке стоят не просто там десяток-другой книг, а именно библиотека. Вот каковы признаки библиотеки-то? Это количество книг или какое-то их качество. Может быть, возможность получать эти книги другим людям. Или систематизация, наличие каталогов. То есть, когда вы считаете, что у вашего читателя, подписчика, который к вам обращается, именно библиотека, а не просто, ну как, не знаю, набор книг? Лично для меня критерий один. Если сам читатель считает, что у него библиотека, я принимаю его мнение, что у него библиотека. Но вообще я этот вопрос ставила тоже у себя в блоге. Там были достаточно разные ответы. Кто-то говорил, что если больше одной книги, то это уже библиотека. Кто-то считает, что нужно как раз-таки обязательно, чтобы была какая-то классификация, ранжирование, какая-то определённая тематика. Но мне вот тут понравился ответ, что основное — это отношение самого владельца библиотеки. То есть, если он подбирает её осознанно, не просто это вот какое-то скопление книг, которые случайно совершенно к нему попали, и он не знает, что с ними делать, то это всё-таки уже будет библиотека. Если вот он осознанно пошёл в магазин, купил именно эту книгу, потому что хотел её купить, прочитал, возможно, даже она ему потом не понравилась, но вот он пока думает, что с ней делать. Но всё-таки вот если он всё это делал целенаправленно, то библиотека. А если случайно как-то так скопилось, то нет. На мой взгляд, всё-таки библиотека — это не только хранилище книг, но это обязательно их чтение. То есть, если есть чтение, это библиотека. Даже если это чтение только семейное. А если это просто поставили на полку для украшения, ну, это не библиотека, это склад, книжный склад. Хорошо. А вот ещё интересно, у вас есть такая, не знаю, как сказать, социальная такая активность, когда часть доходов от своей интернет-активности вы направляете на покупку книг для нуждающихся библиотек. Вот расскажите об этой инициативе, по какому принципу вы отбираете библиотеки, где они находятся, какие книги по жанрам вы туда передаёте. И нашла ли эта инициатива поддержку ваших друзей-блогеров? Как я уже говорила, у меня канал находится на монетизации, поэтому любой материал, который я публикую, он приносит определённый доход. И поскольку истории домашних библиотек — они не моего авторства, а авторства читателей, доход, который приходит с этого материала, я решила направлять на такое, можно сказать, доброе дело, на покупку книг для нуждающихся библиотек. Список нуждающихся библиотек есть, например, на LifeLib. Там сами библиотеки, в принципе, о себе рассказывают. Можно там найти даже читательские запросы, то есть что читатели хотят видеть в этой библиотеке. Я направляла именно в детские библиотеки книги и ещё один раз направляла в дом-интернат для пожилых и инвалидов. Направлялись книги в УНИ несколько раз, и в Московскую область райотов, это как раз-таки дом-интернат, и ещё в Советск. Поддержка есть у читателей, именно читателям нравится, что деньги направляются на покупку книг для библиотек, поэтому многие готовы участвовать в этой рубрике и рассказать о своих домашних библиотеках. Ну, я так понимаю, что раз вы покупаете и направляете книги в библиотеке, значит, у самих библиотек нет средств на это. Это связано с чем? С недофинансированием библиотеки или с дороговизной книг? Вообще, вот о дороговизне книг, это все не секрет, все знают. Тоже хотелось бы услышать, вот покупают ли вообще сегодня книги, не вытеснила ли бумажную книгу, аудио или электронная книга, вот ваш экспертный взгляд? Вот мои читатели, если даже и покупают меньше книг, то не из того, что они дорого стоят, а просто у них места не хватает, они понимают, что некуда ставить книги. Может быть, туда электронные? Да, и приходят, именно поэтому приходят на электронный формат, а не потому что книги становятся дороже. А потому что, ну, любовь к книгам всё-таки это уже такое, что не изживёшь и дороговизной не испугаешь. Это как, то есть на то, что ты любишь, ты всё-таки готовь тратить деньги. А тем более, если говорить о детских книгах всё равно, их, конечно, будут покупать именно в бумажном формате, потому что в электронном формате непонятно, как читать книги детям, нет того взаимодействия. Ну, а прогноз ваш на 5 или на 10 лет всё равно будет... У меня какой-то такой пессимизм, если честно говоря. Я думаю, что книги, ну, во всяком случае, художественные там какими-то читалками заменятся. Ну, нет смысла тратить, так сказать, ну, в будущем, когда электронные ридеры, ридеры, да, то есть будут другого качества, не как сейчас, когда они будут позволять гораздо больше, чем позволяет современная бумажная книга. Мне кажется, что происходит переформатирование просто. Вот бумажных книг, они сейчас несут не только печатное в слово, их пытаются делать красочными, они обязательно идут с иллюстрации. Ну, не обязательно, но покупаются именно иллюстрированные книги. Вот такие книги с хорошим оформлением, их всё равно будут покупать, они потому что несут несколько ценностей, не только текст, а то, что можно заменить какие-то обычные текстовые, какие-то покетбуки, когда не очень... Ну, и в ридерах можно картинки-то разместить. Да, когда не очень хорошие качества книги. А можно ещё и анимацию разместить. И там и поиск гораздо быстрее можно осуществлять, и можно ещё и глоссарий сделать, чтобы сразу, если непонятное слово, тебе бы оно расшифровалось, с выходом в интернет, с тем, чтобы получить обратную связь, комментарии какие по этому поводу этой книги. Мне кажется, вот возможностей у электронной книги гораздо больше. Просто сейчас пока нет достаточно, может быть, не всё разработано, то есть ещё нужны технические совершенствования. У бумажных книг тоже есть эти возможности. В детских книгах они очень часто используются. Там есть на страницах QR-коды, которые тоже перебрасывают тебя в дополнительную реальность. Либо специальные приложения скачиваются, наводятся телефон на книгу, изображение начинает двигаться. Я думаю, компромиссное такое будет, что сочетает в себе бумажное лучшее качество и электронное. Раз там QR-коды есть, они же позволяют перейти в электронную реальность. — Я к тому и говорю, что просто книги будут другие. То есть мне кажется, какие-то, не знаю, с мягкой обложкой, с плохим шрифтом, они, скорее всего, будут потихонечку уходить, потому что реально их можно заменить читалками. А качественные книги с хорошим изданием, с красивыми картинами... — Прежде всего детские, наверное, останутся. — Прежде всего детские, да. Ну и взрослые, на самом деле, тоже любят иллюстрированные книги. — Хорошо. У нас программа немножко, так сказать, уже подходит к концу, но мы еще можем поговорить. Я хотел бы услышать от вас, какие вот одну или две книги из прочитанных за последний год-полтора вам понравились, и вы можете посоветовать вот эти книги, порекомендовать их нашим слушателям для чтения. — Если говорить о новинке прошлого года, то мне очень понравилось произведение «Эн Пэтчетт» «Голландский дом». — Можно чуть-чуть? — «Эн Пэтчетт» «Голландский дом». Если не прям новинки, но тоже современный автор... — А о чем эта книжка «Голландский дом»? — Это, можно сказать, что семейная сага о семейных взаимоотношениях. — Так, если говорить тоже о современной книге, но не новинке, то мне нравится очень «Исигура». В прошлом году я читала «Остаток дня». Мне кажется, это вообще современная классика. — «Итигура». — «Исигура». — «Исигура». — Видите, название японское, я так понимаю, это японский автор, да? — Он... Он японского происхождения, но все он живет в Англии. — Понятно. Спасибо за рекомендации. И, наверное, вот еще что. Что бы вы посоветовали людям, которые собираются вести свои блоги? Ну, скажем, начинающим блогерам, все-таки вы уже несколько лет ведете блог, у вас уже есть опыт. Посоветуйте что-то нашим слушателям, будущим блогерам. Я бы посоветовала попросить кого-то из друзей, чтобы поддерживал в комментариях этот человек. То есть не только ставил лайки, читал, подписался, но обязательно еще что-то комментировал. Потому что в самом начале тяжело именно писать в пустоту. Вот когда ты пишешь, и ощущение, что ты пишешь в никуда. А если будет какая-то обратная связь, уже будет намного проще продолжать. Ну, спасибо. На этом наша передача подошла к концу. Напомню, что гостем в студии была Мария Кондратская, автор и ведущий блога о книгах и литературе «Книжный мякиш». Благодарю всех за внимание. До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. Ума-балата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова